Россия мешает заключению контракта на ЗРПК между Индией и Южной Кореей. 9 января 2019 года Россия мешает заключению контракта на ЗРПК между Индией и Южной Кореей, как сообщает издание в статье Правительство России планирует затормозить южнокорейский контракт в размере 3 ТРЛН-1 примерно 2,66 миллиарда долл на поставку в Индию самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов которые были выбраны индийским правительством в октябре 2018 года по итогам международного тендера. Южнокорейский самоходный зенитный ракетно-пушечные комплексы К-30 Модифицированный комплекс С установкой пусковых установок зенитных ракет, используемых в Южнокорейском переносном ЗРК Был разработан под эгидой Южнокорейского агентства по оборонным разработкам В 2013 году в качестве модернизированного варианта ранее выпускавшейся 30 мм спарринной зенитной самоходы установки В ходе тендера в Индию он обошел модернизированные российские зенитные ракетно-пушечные комплексы ЗРПК, Тунгуска М-1 и Панцирь С-1 К-30 Байхо Был признан более эффективным комплексом для работы по ракетам и воздушным целям Если контракт будет подписан, то комплекс Байхо Производимый Ханва Дефенс Системс Входящий в состав группы Ханва Будет закуплен вместе с ракетой Кайрон Разработанной компанией Лигнекс-1 Частью группы ЛГ Индия планирует развернуть его в 2020 году Тендер был объявлен индийской армией в 2013 году Изучение предложений состоялось в 2015 году А в 2017 году прошли испытания претендентов Планируемым контрактом предусматривается поставка армии Индии 104 боевых машин Байхо 97 транспортно-заряжающих машин 39 машин управления 4928 ракет Тайрон И 172660 снарядов калибра 30 мм на общую сумму 2,53 ТРЛН-1 До 2,66 млрд долл Москва, как считается, дала указание министру обороны Сергею Шойгу Публично высказать свое неудовольствие в кулуарах встречи 18 декабря 2018 года В ходе встречи с индийцами Шойгу заявил индийцам, что индийское министерство обороны Не совсем должным образом испытало ЗРПК в силу намерения Не приобретать системы российского производства После чего российская сторона отправила индийцам официальное письмо С просьбой пересмотреть условия тендера Эксперты в Сеуле полагают, что южнокорейцам будет сложно преодолеть Российское давление в силу того, что 62% индийских вооружений в 2013-2017 годах было закуплено в России Кроме того, ряд пророссийских сил в индийском правительстве также оказывают давление с целью пересмотреть условия тендера Комментарий БМПД Победивший в тендере индийской армии южнокорейский ЗРПК представляет собой модифицированный вариант известный южнокорейской спаренной 30 мм ССУК-30 Дополнительно оснащенный двумя двухконтейнерными пусковыми установками южнокорейского переносного ЗРК Также известен как Или КПСАМ Серийное производство созданного таким образом модернизированного комплекса Было начато для вооруженных сил Южной Кореи в конце 2015 года Юридической основой для давления на индийскую сторону по поводу данного тендера для России является Видимо, то обстоятельство, что на выбранной индийцами модернизированной версии Байхо Используются ракеты ПЗРК Кайрон Шенган Который был разработан при активном участии российских разработчиков в рамках соответствующего соглашения 2003 года В частности, Санкт-Петербургская ОАО «ЛОМА» полностью разработала инфракрасную головку самонаведения для ракеты комплекса Кайрон Российские подрядчики разработали также аэродинамику ракеты, ее боевую часть и неконтактный взрыватель Неясно, как распределялись по Российско-Южнокорейскому соглашению права на экспорт данной разработки Однако Рособоронэкспорт с самого начала пытается воспрепятствовать экспортным продажам южнокорейцами ПЗРК Кайрон Оказывая давление на его потенциальных заказчиков Рособоронэкспорт заявляет о наличии в Южнокорейской системе российской интеллектуальной собственности Переданной южнокорейской стороне по соглашению с Министерством обороны Южной Кореи И об отсутствии у южнокорейского производителя прав на продажу этой собственности в третьей страну Точка-точка в частности В 2013 году российской стороне удалось сорвать продажу ПЗРК Кайрон В результате, по известным данным, до настоящего времени единственным иностранным заказчиком переносного ЗРК Кайрон Была Индонезия, приобретшая небольшую их партию по контракту 2014 года 8 января 2019 года права на данный материал принадлежат bmpd.livejournal.com Материал размещен правообладателем в открытом доступе